Уважаемые коллеги, добрый день. В нашей повестке вопрос, актуальность которого не вызывает никаких сомнений. Речь пойдёт о противодействии экстремизму. По одному из моих поручений подготовлен проект, соответствующий стратегии. Этот документ предлагается сегодня вашему вниманию, уважаемые коллеги. Думаю, никому не надо доказывать, насколько опасна сама природа экстремизма, насколько разрушительна его идеология, идеология нетерпимости, разжигания, недовести, вражды. Во всех своих проявлениях экстремизм имеет агрессивный, подстрекательский, а нередко насильственный характер, связанный с террором. Он посягает на права и свободу граждан, а подчас – прямо на их жизнь. Несёт угрозу национальной безопасности, способен кардинально разбалансировать политическую, экономическую и социальную системы. Наиболее опасен и для общества, и для государства такой вид экстремизма, как национализм, религиозная нетерпимость, политический экстремизм. Каждое преступление такой направленности, как правило, резонансное, отвратительное само по себе. Оно может спровоцировать массовые нарушения общественного порядка. Добавлю, что в современном мире экстремизм используется как инструмент геополитики и передела сферы влияния очень часто. Мы видим, каким трагическим последствиям привела волна так называемых цветных революций, какие потрясения испытали и испытывают народы стран, которые прошли через безответственные эксперименты подспудного, а иногда и грубого, как у нас говорят, ломового внешнего вмешательства в их жизнь. Для нас это урок и предупреждение, и мы обязаны сделать всё необходимое, чтобы подобное никогда не случилось в России. Излишне говорить, какие тяжёлые, необратимые последствия может иметь распространение экстремистских идей для нашей многонациональной страны. Поэтому мы должны последовательно, глубоко и настойчиво заниматься профилактикой экстремизма, искоренять даже предпосылки для его проявления, своевременно выявлять причины, способные спровоцировать конфликты на национальной, социальной или религиозной почве. Всё это далеко не ведомственные задачи. Силами только правоохранительных органов, конечно, с решением таких задач не справятся. В этой многоплановой сложной работе должны активно участвовать и другие заинтересованные министерства, все уровни власти, системы образования, политические партии, структура гражданского общества, правозащитные организации, представители традиционных религий России. Участвовать не разрозненно, а, что называется, единым фронтом. Действовать на опережение для предупреждения проявлений экстремизма. Вместе вести просветительскую работу, в том числе в интернете. Создавать условия для укрепления мира и согласия в обществе. Когда такая координация будет достигнута в каждом регионе, в каждом муниципалитете, тогда появится и общая результативность противодействия экстремизма. Люди будут знать, что на территории, где они живут, есть власть, есть активная неравнодушная общественность. И вместе они способны эффективно противостоять любым экстремистским проявлениям, обеспечить спокойную, стабильную обстановку. В условиях такого доверия и поддержки значительно легче формировать атмосферу нетерпимости к пропаганде экстремистских идей, чувство их отторжения и неприятия. При этом понимание гражданами всей полноты опасности экстремизма – это гарантия эффективности мер, которые предпринимаются властью. Я остановлюсь на некоторых приоритетных, как полагаю, направлениях нашей общей работы. Надо уделять особое повышенное внимание межнациональным и межрелигиозным отношениям. Всемирно поддерживать культуру, обычаи, самобытность народов, которые живут в конкретном регионе, в конкретном городе и селе. Это очень тонкая задача. Но если этим не заниматься, то вы сами понимаете, к чему это может привести. Второе. Работа с молодёжью. Именно в молодёжной среде лидеры экстремистских организаций пытаются вербовать своих последователей, вести свою пропаганду, прежде всего через мировую сеть интернета. Идеология экстремизма набирает силу в виртуальном пространстве, причём набирает, буквально выстреливая в реальную жизнь. Общество обоснованно встревожено такими негативными тенденциями. Очевидно, что и в этих вопросах профилактика выходит на первый план. Стратегия противодействия экстремизму содержит целый комплекс задач, направленных на организацию досуга молодёжи, на воспитание чувств патриотизма, умение противостоять социально опасному поведению. Третья важная тема. Совершенствование миграционной политики. Здесь всё ещё немало проблем, связанных с незаконной, неконтролируемой миграцией. Известно, что это питательная среда для возникновения межэтнической напряжённости и проявления экстремизма. Необходимо усилить контроль за выполнением правил пребывания мигрантов в России. На деле заниматься их социальной и культурной адаптацией с защитой трудовых и других прав. Все обозначенные мною вопросы, безусловно, взаимосвязаны между собой. И потому для решения проблем в сфере противодействия экстремизму необходимо подходить комплексно. Необходим комплексный подход к этим вопросам. И, конечно, хорошее подробное знание положения дел в каждом конкретном регионе и федеральном округе. Нужно в постоянном режиме мониторить и анализировать отношения между различными национальными и социальными группами. Безусловно, привлекать для этого специалистов, экспертов, учёных. Подчеркну, что эта работа входит в сферу личной ответственности руководителей субъектов Федерации и представителей президента на местах. На федеральном уровне координирующая роль принадлежит Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации. И в заключение хотел бы сказать, что противодействие экстремизму не имеет ничего общего с борьбой с инакомыслием. У нас свободная, демократическая страна, и её граждане вправе иметь своё мнение и высказывать это мнение, вправе быть в оппозиции к власти. Более того, без вот такого состояния общества власть никогда не будет эффективной. Все люди вправе предлагать свои решения, подходы для решения насущных проблем. Вправе объединяться в партии, общественные организации, участвуя в выборах, бороться за власть. Главное, чтобы процесс реализации гражданами своих политических предпочтений, позиций, взглядов проходил цивилизованно и исключительно в рамках закона. Отстаивая свободу выбора, собраний, шествий, митингов, нельзя забывать об ответственности за свои слова и свои действия. Необходимо знать и понимать, что разжигание конфликтов между людьми разных национальностей и верований, пропаганда националистической идеологии, массовые нарушения общественного порядка на этой почве, призывы к насильственному, тем более свяжению существующего строя – это прямое проявление антинародного мышления. Это прямое проявление экстремизма. И о разрушительных последствиях таких действий нужно помнить. Никто не должен об этом забывать. Должны помнить лидеры и руководители общественных движений. Знать, что за такими деяниями, за такие деяния придётся отвечать по всей строгости закона. Подчеркну, наказания за распространение экстремистских идей и за действия экстремистского характера должны быть неотвратимыми. Уважаемые коллеги, представленный вам проект «Стратегия» подготовлен с учётом стоящих перед Россией вызовов. Этот документ рассчитан на длительную перспективу и должен стать базовым для всех ветвей и уровней власти. Ещё раз подчеркну, что одна из важнейших задач – создание обстановки общественного неприятия, укрепление гражданского иммунитета к распространению экстремистских радикальных идей. И для достижения этой цели необходимо объединить усилия государства, общества, всех государственных и общественных структур. Предлагаю сегодня обсудить проект с предлагаемой стратегией, если нужно внести в него необходимые добавления, исправления. Это должен быть взвешенный, продуманный документ, такой, которым можно было бы действительно руководствоваться в практической жизни. У нас и у самих много, к сожалению, в этой сфере ещё проблем. Мы знаем об этом. Я упоминал о том, что в мире происходит, и жизнь преподносит нам всё новые и новые уроки, вроде бы и уже далёкие от наших границ, но мы должны иметь это в виду. Последнее кровавое преступление в Иерусалиме, где намалящихся людей напали с топором, но это просто уже, знаете, какая-то запредельная ситуация. Мы, зная обо всём этом, понимая опасность проявления подобного рода, анализируя причины того, что произошло, должны своевременно принять решения, которые уберегли бы нашу страну от вещей подобного рода. Давайте основательно поговорим на этот счёт. Пожалуйста.